В газете «Суворовский натиск» в номере 45-го года вышла статья о том, как наши танкисты захватили вражескую машину «Пантера» под номером 100. Чтобы свои не уничтожили танк, на броне спешно было написано «Пошел в бой со своим экипажем гвардии лейтенант Абжей Салиев. Этот смелый поступок совершил наш земляк, прошедший всю войну, начиная от Сталинградской битвы до взятия Праги. За свои многочисленные подвиги он был удостоен большого количества наград и представлен к званию Герой Советского Союза. Однако этой, самой высокой, он так и не был удостоен. Так же, как еще 11 наших земляков, о которых написано в книге «Забытые герои». О них наш следующий сюжет. На войне желание любого солдата выжить. О наградах никто не думал. Именно борьба за жизнь и за свободу заставляли человека проявлять невероятные качества смекалки, становиться выносливым и способным на самые отчаянные поступки. Тогда на поле боя много времени на раздумья не было. О том, что случилось, обсуждали уже потом, а произошедшее подробно описывали в личном деле бойца. И переносили данные на наградные документы. В 2015 году вышла книга «Забытые герои» авторства историка Бирика Абдогалеева. В ней автор рассказывает о 133 казахстанцах, представленных к званию Герой Советского Союза. 12 из них – наши земляки. Если возьмем, например, Букиардинский район, то мы знаем три Героя Советского Союза. Еще, оказывается, три человека были выдвинуты на высокое звание Героя Советского Союза. Это у нас Дайжанов Сергей, командир орудия танка. Потом Мендагалиев Аманша у нас, командир батареи. И Рябов Григорий у нас, парторг 5-го стрелковой роты. То есть вот эти три человека в свое время показали героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, не получили этого высокого звания. Из всех наград самый дорогой Абжай Салиев называл медаль за оборону Сталинграда. Эта битва далась большими потерями, что непременно отражалось на моральном состоянии. Бойцов нужно было поддерживать, вести в бой. Абжай Салиев был именно тем, кто мог повести за собой. И когда на месте сражения появился Жуков, он ему так и сказал – будем стоять до конца. Сожалел то, что я-то, ладно, живой. Сколько моих ребят на руках погибло. Когда под Сталинградом бежали в атаку, и рядом немецкий офицер выстрелил, командир роты, казах парень был. И он, умирая у него на руках, у отца сказал, говорит, обез приедешь домой, маме поклонись, и умер на руках. И отец после войны в 45-м году, в декабре, первый не приехал домой, а приехал к матери этого офицера, поклонился. 30 июня 44-го года Абжай Салиев принимал участие в освобождении белорусского Слуцка. Многострадальный город, в котором в 41-м фашистском гетто было уничтожено 8 тысяч мирных граждан. Когда в него вошли войска, то перед ними предстала мрачная картина. Он был весь в дыму, улицы города были устланы трупами людей, стоял страшный смрад. Отомстить и очистить землю от тех, кто это сотворил, стало для них делом чести. На городном листе Абжая Салиева записано «Проявил мастерство городского боя и исключительный героизм». В конце добавлено «Достоин высшей правительственной награды Героя Советского Союза». 22 июня 1941 года фашисты начали наступление, а 25 июня около полутора тысяч наших соотечественников отражали их атаку на Брестскую крепость. Шестеро из них были из Западно-Казахстанской области. Сегодня наши историки пытаются найти информацию о них, так как их имена до этого времени не были известны. В период Великой Отечественной войны самым первым удар на себя приняла эта Брестская крепость. 22 июня 1941 года она приняла первые вражеские удары, среди которых были и солдаты, и офицеры наших казахстанцев. «Многие их не знают. Недавно от доктора исторических наук Лейла Ахметова я получил данные о западно-казахстанцах, которые участвовали в защите Брестской крепости. Это у нас Саратов Асхар Садыкович, Савенков Георгий, Нигметуллин Мир Якуб, Медведев Иван, Кушкумбаев Сазан, Якшигалиев Тимргали. То есть вот эти фамилии, я думаю, будут интересны для наших телезрителей». «Все, кто воевал за свободу будущих поколений, были, есть и навсегда останутся для нас героями. Жизнь потомков – самая высшая награда, которая только возможна для человека. Память о наших героях должна остаться в веках». Екатерина Шмидт, Алтынбек Таншкали, Файдус Кисимов, телеканал Акжаик.